Датят на то, чтобы вот как-то существовать в системе. И как показывает практика, эти 40% выросли бы случайно. Сначала это было 10% в 2000 году, потом это 15%. То есть я предполагаю, что через 10 лет, если ничего изменится, то ресурсные, в смысле, все никого общественные организации будут 100% своего времени тратить на то, чтобы получить грант, отчитаться за него, взлететь проверку, ну может еще провести конференцию, как они получили грант и как они по нему отчитались. То есть они даже забудут, по каким темам они занимаются. Вот. Уже сейчас эти следы заметны, потому что многие общественники, особенно в регионах, где с компетенциями вообще туго, ну то есть видно, что у них уже, так сказать, произошел этот сдвиг, и для них сама деятельность важнее, чем решение проблем, на которые направлена эта деятельность. То есть имитация деятельности стала их деятельностью. И это грустно. Вы спросите меня, где же люди? Люди. Мы дошли до людей. Жители? Жители. Ж. Вот те жители, которые в принципе составляют основу любого поселения, любого города, делятся сейчас на две очень неравных группы. Первое. 80% жителей любого постсоветского города, это так называемые городские пассажиры, люди, которые в принципе не имеют никакой системы ценностей. Точнее так, система ценностей настолько плавающая, что они могут сегодня муссль, завтра не муссль, давай взятки, давай взятки, любить, любить. То есть это полностью такая плавающая система ценностей, которая формируется под сегодняшнего ощущения. Хорошо или плохо, хочешь ли он кушать, не хочешь ли он кушать, кушать комфортно или некомфортно. И таких городских пассажиров 80%. Это ключевая проблема всех наших постсоветских территорий, будь то Беларусь, Украина и даже Казахстан. 80% людей, которые в принципе никак не социализированы. Потому что самый базовый элемент общества, так называемое локальное сообщество по месту жительства, сообщество подъезда, сообщество двора, сообщество района, сообщество улицы, и даже институт семьи в постсоветское время претерпелось в дальнейшем изменениях. Во-первых, в советском сообществе локальных сообществ не было. Они были, но они носили вторичный характер. Советский человек социализировался по месту работы. В школе, в институте, на предприятии, профсоюз. У него было очень много социальных институтов, такие как, не знаю, партия, трудовой коллектив, профсоюз. Но по месту жительства во дворе в своем социализировались только две группы. Подростки, мы когда были подростками, все дружили, все общались, у нас были свои регламенты и так далее. И пенсионеры, которые дружили на тему дачи и вместе там поиграли в шахматы. Все. Два таких локальных средства, которые, в принципе, ни на что не влияют. И подростки, и депутаты выбрать не могут. И пенсионерам уже ничего не надо, по большому счету. Пенсия и дача. И в этом плане советский человек, конечно же, социализировался в трудовом коллективе. Распались трудовые коллективы, резко изменилось сценарий. Все эти освобожденные люди, не имея навыков социализации, не умея здороваться, знакомиться, что-либо вместе делать, превратились вот в эту массу, 80% людей, лишенных вообще навыков социальной взаимодействия. Навыки социальной взаимодействия, я сейчас чуть позже их расскажу, там, три компетенции базовых. Но, чтобы вы понимали глубину всего кризиса. И понятно, что если где-то возникает локальное сообщество, то это локальное сообщество по месту жительства начинает очень резко влиять на эту территорию. Во-первых, оно начинает предъявлять совсем другие требования к пространству. А нам не хотелось бы, чтобы здесь была точная застройка. А нам бы хотелось здесь что-то другое. А мы бы не хотели здесь забор. А нам здесь не нужно вредное производство. Поэтому локальное сообщество сейчас в данной системе очень невыгодно некрупному бизнесу, которое может говорить про то, что нам нужны люди, нам нужны там сообщества, но на самом деле они сразу нанесут ему большой вред. Ну вот в городе Улюпинск, который у меня недавно был, когда весь Улюпинск, а город Улюпинск как раз характерен тем, что там большое количество локальных сообществ. То есть там казахская идентичность, не казахская, а казахская идентичность. Вот, очень много, конечно, локальных сообществ. Когда строительство неких его предприятий, причем даже не в этом городе, а в соседнем городе, стало угрозой, весь Улюпинск, включая администрацию, предприниматель для детей, вышел на миссию. Весь город моментально вышел на митинг, напечатал футболки, фети и так далее. Что сделала федеральная власть? Федеральная власть прислала проверку и наложила администрацию городу штраф 180 миллионов рублей за якобы неправильную эту, неправильную помойку в самой худшем стране. Администрация города присела, двух самых ярых активистов посадили, и весь город сейчас ходит и точит гранаты, мне кажется. Потому что это было такое, но очень сильное социальное унижение. Вот что значит было сильное локальное сообщество, где все друг друга знают, имеют навыки хоть какого-то взаимодействия. Конечно же не нужна администрация, потому что сейчас органы исполнительной власти, которые должны подчиняться местным законодателям, местной городской думе, очень хорошо устроятся. Городские думы в постсоветском пространстве на 90% состоят из представителей среднего бизнеса. 90% депутатов – это так и иначе криятуры, то есть фигуры управляемых средним бизнесом. И это понятно почему. Если я строю торговый центр, если я строю жилой комплекс, у которого срок окупаемости выше электорального цикла, то единственный способ контролировать ситуацию – это как-то влиять на тех, кто принимает решение. А лучше я сам стану тем, кто принимает решение. Поэтому, в принципе, наши города, наши сейчас поселения превращаются в такие бизнес-корпорации. Акционирование горводоканала, гор электросети, транспортных потоков. Руководитель самой крупной строительной фирмы, его же совместитель, бывший руководитель департамента по строительству и так далее. И там прям, если рассмотреть город, вот так подробно разложить, это будет город-корпорация. И в этом плане, конечно же, никому не интересны эти локальные сообщества, которые сразу же, сразу же, как только научатся взаимодействовать между собой, начнут выбирать правильных муниципальных депутатов, которые будут говорить, слушайте, а нам тут не нужно строительство, тут бы дорогу сделать, а тут бы мы уже со школы разорваться, которые начнут поднимать проблемы, касающиеся локального сообщества, а не бизнес-интереса. И это достаточно сложная вилка, потому что сейчас, вот 2014-2015 год, показал, что мы уперлись, в принципе, ну так, как страна, мы уперлись вот в эту вилку развить. Или дальше мы начинаем менять свой социальный уклад, или только будет хуже, потому что система управления настолько, как бы, настолько стала сложной, что уже федеральные чиновники говорят, надо что-то делать, потому что мы уже не можем в ручном режиме управлять страной. Города-миллионники не могут управлять в ручном режиме, администрация президента стоит, это не снимай, администрация президента стоит, я не могу выбрать там губернаторов, назначать мэра городов, это не моя задача, у нас там 1200 городов, мы куда катимся, а у нас эта ситуация, мы так вот в этой парадигме находимся. Ну а хорошая, а теперь хорошая. Что же вы думаете, я вас пугачиваю, что-то люблю, а теперь хорошая. Но в свое время я Клазачеву спрашивал, Вячеслав Леонидович, что такое город? И он сказал, Свет, ты знаешь, город это, конечно же, диалог между городскими сообществами. Я говорю, а хорошо, что такое городские сообщества? У нас их пока нет, поэтому забудь про это. Я это успешно забыл, но в 2008 году об этом вспомнил, и он думал, ну дай-ка мы позвоним, а появились в городе какие-либо, хоть какие-то городские сообщества? Оказывается, появились, потому что появились неформальные городские сообщества, неформальные городские сообщества, которые представляют, которым там под силой 5-7 лет, их основной, их основная ценность для города заключается в том, что это единственный субъект, который сам организовался. То есть это единственная группа людей, которые не потому, что нужно заработать денег, не потому, что кто-то приказал, а потому, что им так захотелось, у них возникли какие-то общие ценности, у них возникла какая-то общая деятельность, самоорганизовались. И мы сейчас насчитываем в городах около 180 видов этих городских сообществ. Это начинает от экологов всевозможных, которые сейчас тоже торопятся на группы типа «Блогер против мусора», «Мусора больше нет», «Движение ЭКО», такое созданное государством, там имитирующий деятельность, РКО и так далее. Экологических движений только около 20 существует, причем в каждом городе еще может быть пара тройку своих сообществ, связанных с экологией. Это, конечно, всевозможные велосипедисты, это всевозможные субкультуры, это всевозможные люди, объясненные решением какой-либо общей проблемы или какой-либо культурной деятельностью. Большая часть из них, конечно, все субкультурные, большая часть из них, вообще, конечно же, не имеет отношения к нашей истории, к нашей культуре, потому что даже по названиям косплей, любители индийских красок холи, там, значит, всякие там стартаперы, геокешеры, посткарты, флешмоберы, фримаркет, я могу долго перечислить, у меня же вся таблица из этих слов в голове. Это все, в принципе, такие европейские, американские культурные коды, культурные движения, благодаря с открытием интернета это все стало доступным, подростковые субкультуры вообще формируются вокруг интернет-роликов, вот посмотрели ролик, теперь мы такие, а теперь мы такие и так далее. То есть это такой живой механизм, но самая главная ценность, что в них, как бы, важно для города, это, как раз, самая организация, что они сами. И вот это очень важный момент, потому что в 2000 году, когда мы делали экспедицию с глаз очень глубины России, даже этих сообществ не было. Даже советские сообщества, типа бардовские песни, типа, там, изобретатели, инженер Триза, типа, там, методологии Щекотовицкого, или претерпевали кризис, но для бардовских песни многое где распалывалось, а потом пересобиралось. А туристы тоже самое, туристы начали зарабатывать денег на из-за того, чтобы там дальше заниматься с вами туризмом и тоже пересобирались уже чуть позже. А методологии Щекотовицкого вообще всех закрыт, сказали, нас нет, ребята, нас нет, мы только как можем, как закрытые сообщества, выжить в эти сложные же торматики 2000-х годов. Вот, поэтому в 2000 году городских сообществ, как таковых, не было. Они появились 5-7 лет назад, многие из них уже претерпели изменения, так мутировали, изменили, изменили свои первоначальные форматы, многие из них сменили даже составы, например, защитники животных, очень многие, в принципе, научились очень правильно людей воспитывать, отпускать, воспитывать, выпускать. В отличие, например, от каких-то культурных сообществ, вокруг сложных тем, которые держатся до сих пор на личности. Но эти городские сообщества на наш вопрос, ребята, зачем вам это? Ответили очень качественно. Они сказали, слушайте, а мы хотим хорошо жить. То есть, как бы, зачем вы это делаете? Ваши выводы не заставляют. Мы хотим хорошо жить. Хорошо жить, хэжэ. Значит, поэтому, среди всех вот этих социальных систем, которые сейчас наполняют постсоветский город, единственный субъект, который хоть что-то сказал близких человеку, потому что БРНК, ВВ, БВ, ЛПВД, НМН, это все не про человека. Ну, Игорь, успокойте меня в обратную. Что здесь про человека? Здесь все совсем по-друге ценности и цели. Про человека оказались только вот эти, так называемые, доморощенные городские активисты и люди вокруг них. И это, конечно, уже надежда, которая умирает последний, но не умрет. Потому что я вчера выступал тоже в университете Сбербанка перед администрацией президента, и они поддевали голову и сказали, да, чувак, ты просто. Но это тоже не пиши. Деваться некуда, нам все равно будет мягкая революция. В любом случае, это единственный субъект, который, в принципе, хоть что-то напоминает предчеловек. Но проблемы, которые связаны с этим городским сообществом, оказались банальными. Во-первых, никто из них не легитимизирован. То есть никто из них не чувствует свое право на город. Но это очень банально. Вы пройдете по городу, вы не увидите ни одной вывески. Велоклуб, экологические движения, здесь собираются поэты, а это место молодых архитекторов. Ни одной таблички о том, что здесь кто-то еще живой остался нет. В интернете да, а в городе нет. Они не легитимизированы с точки зрения администрации. Они ходят в администрацию и говорят, вы знаете своих активистов? Они говорят, блогеры, что ли? Нет, активистов. Говорят, блогеры? Я говорю, это активисты, вы знаете всех? Говорят, а что, есть еще активисты? Да, говорят, есть еще информальный городский сообщество. Да ладно, покажи мне их. Когда собираются 40 человек, представляешь раз в городском сообществе, у мэра, конечно, отвисает челюсть. То есть он знает только трех человек и думает, что это только три активиста, про которые мы проели прежде. Они не легитимизированы с точки зрения массовой культуры. До сих пор ни одного сериала, художественного фильма, не знаю, какого-то учебного... Хорошо, сейчас в последнее время, блогеря в том числе и нашим усилен, тема городских активистов, городских сообществ звучала на федеральном уровне. Там человеческий капитал, там диалог и так далее. Хорошо, но до этого момента это все было в таком попойном формате. Плюс между собой никак не взаимодействуют. Потому что взаимодействие, которое знают сами городские активисты, у них в голове тоже было советское. Ребята, кто будет главный? И даже попытки, кстати, от кого-то из них собрать в городе ассоциацию, а давайте соберемся все вместе и как ударим там по бездорожью и безработице. Говорят, слушайте, а почему ты командуешь? Говорят, я краевед. Нет, у вас три человека, а у нас у нас 55 тысяч, давай мы будем командовать. Да вы ничего не знаете про город. И начинается вот это, значит, война между собой, кто главнее. Хотя на самом деле каждый из этих городских сообществ само по себе самоценно, само по себе является как бы абсолютно горизонтально, абсолютно ревантно по отношению ко всем этим городским сообществам. И формат их взаимодействия может только горизонтально. А горизонтального формата взаимодействия в нашей культуре вообще нет. У нас нет понятия хартия, у нас нет понятия правильной ассоциации. У нас есть понятие, ну то есть когда вы даже говорите об ассоциации, когда вы идете регистрируете ассоциацию, все равно пишете руководитель бухгалтера. То есть все равно даже когда вы говорите вроде бы о горизонтальных конструкциях, сам формат этих горизонтальных конструкций на очень таких мелочах в принципе формирует иерархию. Кто главный, кто заместитель, кто ответственный, кто там, не знаю, контролирует финансы. И в этом плане деятельность городских сообществ находится в таком пространстве. Ребята что-то делают, у них что-то получается, что-то не получается, но запрос на город предъявить не могут. Потому что по отдельности никого из них город не видит и не замечает. И я буду говорить в том числе сейчас, что надо делать, но расскажу про третий слой. Всем же интересно, что на третьем слое? Или не интересно? Да, сейчас расскажу. Где мой любимый маркет? Третий слой, это фиолетовый маркет. Это культурные коды. Культурные коды. Все нематериальное пространство территории представляет из себя пространство культурных кодов. Если, конечно, пытаться с помощью советской культурологии, европейских различных культурологических дисциплин описать это пространство, это будет очень сложно, поэтому нам пришлось придумать свою упрощенную версию. Все нематериальное, что в городе можно поговорить, от чего можно испытать эмоции, будет называться культурным кодом. Пример. Вот в вашем дворе живет бабушка, которая просто печет потрясающие блины с черешкой. Блины с черешкой. И иногда угощает их всех соседей, например. Или какой-нибудь сумасшедший старичок, который выходит и делает скульптуры, там, не знаю, из-за блоков металлолома. В пространстве вашего двора сам вот этот старичок или эта бабушка, и то, что она делает, будет являться культурным кодом. Культурный код масштаба вот этого двора. Если, не дай бог, Владимир Владимирович Путин проезжал мимо и попробовал этих блинов, приезд Владимира Владимировича Путина в этот двор будет в глобальном культурном кодом. Все-таки фигура, значит, там, цвилею масштаба, значит, мира. Вот. Если зашел мэр и запретил бабушке, значит, печь блины с вишней, с колодки, там, с грибами, вот, а потом после этого появилась, не знаю, какая-то статья в местной газете, или бабушке сказала нет и поставила какой-то плакат мэр-дурак, вот, тут плакат мэр-дурак и эта история будет культурным кодом масштаба города. В любом случае, каждый культурный код – это сложнейшая вещь, потому что обладает понятием автор. Кто автор? Это может быть автор человека или коллектив авторов, а может быть автором природа. Потому что у нас природа один из самых лучших дворцов. Город Казмедемьянск. Мы в этом году были по экспедиции по Волге, город Казмедемьянск. Самый большой культурный код города Казмедемьянска за последние два года – это Олененок, который переплыл в водохранилище и вышел, значит, 8 марта, вышел на пустую набережную города Казмедемьянска. Все, весь город только я этому помню. Поэтому в этом плане иногда культурный код может быть как направленное творчество. Поэт сочинил стихотворение, рэпер написал песню, художник написал картину, ученый придумал какую-то идею. А иногда это может быть некое стечение обстоятельств, это может быть событие. С культурными кодами сложно, потому что типология просчитывает больше 200 видов, с ними нужно отдельно разбираться, но есть один маленький нюанс. Все культурные коды между собой связаны. Почему? Потому что где есть творчество, а культурный код – это продукт творчества. Везде есть связи, потому что творчество между собой связано. Каждый культурный код так или иначе через автора, через творчество, через какое-то другое влияние связан с другими культурными кодами. Это их ключевая, в принципе, ценность. И при желании можно построить эти связи, спросить художника, что вас вдохновило. Или провести культурологический анализ и понять, откуда это в городе возникло. И так далее. Так вот, в нашей стране, опять же, не все славно. Было два периода в этой стране. И этим самым мы, кстати, сильно отличаемся от всех других стран. Вот, в мире. 1917 год резко порвал существующие культурные цепочки, возникли новые. 1917 год и 1992 год. Вот эти два периода резко оборвали культурные цепочки, возникли новые. Плюс советский период характерен тем, что пространство культурных кодов, которые в обычной стране, в обычной жизни, это некое свободное течение, ну, то есть, грубо говоря, это некое свободное взаимодействие сложнейшее, то советские предприятия характеризуются тем, что эти культурные цепочки были причесаны. Ну, лучший мифотворец в этом мире, конечно, был советское правительство, которое умудрилось из всего сделать легенду, из всех сделать героев, из всех проблем сделать все плохое, вырезать из истории, оставить только позитивные моменты. В этом плане такие причесанные культурные цепочки, часто оборванные, часто существующие только вот так вот, без вообще, без связей, фрагментарные. А в культурных цепочках заложена, в принципе, защитная реакция цивилизации. Ничего с этими страшными словами говорят, защитная, там, не знаю, реакция цивилизации. Значит, природа позаботилась о нас и сказала, друзья, на самом деле плохие культурные цепочки будут мало генерировать эмоции. И эмоции генерируют только, чем длиннее культурная цепочка, тем сильнее эмоции они вдохновляют. И чем эта цепочка связаннее между собой, тем она, соответственно, мощнее, чем она больше энергии качает. Эмоциональная энергия, энергия вдохновения, о которой, в принципе, принято говорить только в какой-то сакральной области.